Расскол Америки 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 Восток Франции. Франсуа Тюальт, который вообще принял православие, и летом прошлого года провел там свою мистическую церемонию в поддержку России и по виду русского оружия. Я правильно понимаю, что там все за нас, только пока по секрету? Да. Вот. Значит, насчет дальнобойных... Сложно к этому относиться серьезно, но я попытаюсь. В чем магия ток-шоу? Люди влачат нищинское существование. Они беспомощны, они бесправны, они бессильны что-либо изменить. Базовый психологический закон, фрустрация, приводит к агрессии. И ты в душе понимаешь, что ты злишься на власть, и ты злишься на Путина. Потому что Путин есть власть. Также ты понимаешь, что если ты об этом хотя бы заикнешься, тебя, как бы публично, тебя ждет наказание. Ты запрещаешь себе даже думать об этом, но озлобленность сохраняется. Ты включаешь телевизор, и тебе говорят, ты так же плохо живешь, потому что это американцы, жидомасоны, англосаксы, европейцы и украинцы. Они все против нас. Украина – это сегодня главный фактор нестабильности в Европе. Украина, как истинное террористическое государство, она обязательно постарается сделать какую-нибудь гадость. Геноцид украинского народа проводит Зеленский, со всей очевидностью. Шире, смотрите, дело в нас с вами. Мы им, как народ, как русские, очень несимпатичны. Они нас хотят ослабить. Дальше, неважно, какие факты, тебе нужно избавиться от этого мрака внутри, и тебе дают легитимную, уголовно-ненаказуемую цель для выплескивания своей ненависти. И ты ненавидишь тех, кого тебе разрешает власть ненавидеть. Потому что это безопасно, и потому что это избавляет от... И тебе неважно, правда это или неправда. Люди способны любые факты выстраивать нужным образом, чтобы это соответствовало комфортной, психологической комфорте для них картине. Сейчас вот мы с вами фактически являемся свидетелями того, как, чтобы снять с себя ответственность за это... Чтобы распределить эту ответственность, чтобы имитировать народную поддержку фактически из прибитого, пришибленного и обиженного, и униженного народа, которому все время гадили в голову, пытались его оболванить, не давали ни в коем случае ему понятия причинно-следственной связи, никакие. Все время все сваливали на каких-то американцев, англосаксов, жидомасонов, на рептилоидов, на рошельдов, все кто угодно, только не те люди, которые реально сидят, обладают рычагами власти и финансовыми потоками распоряжаются. Нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. Здесь не только речь идет об имитации общественной поддержки или инспирирование общественной поддержки в войне, но и о том, чтобы спрятаться за спинами людей. Потому что одно дело, мы знаем, что, к вашему вопросу, решение принимал один человек, исходя из каких-то очень странных, очень субъективных и во многом воображаемых причин. Можно я еще одну историческую аналогию? Вы прекрасно знаете, что в 1942 году близ Берлина, в Анзее, было принято решение, окончательное решение еврейского вопроса. Вот вы, как писатель, можете себе представить ту дату, ту обстановку, когда Владимир Путин сказал, ему когда сказали, что у нас не получается в локальных боях одержать победу, нужно принимать иное решение. И тут Владимир Путин говорит, нужно решить окончательный украинский вопрос, давайте бомбите и уничтожайте города и села. Самый наглядный пример – Мариуполь, который уничтожен почти на 90-95%. Вы можете себе представить, чтобы он произнес эту фразу? Я думаю, что он, как человек очень хитрый, эту фразу напрямую не произносил. Потому что он, я думаю, прецедентное право изучал. И видно, как он себя хеджирует от всяческих рисков. И от рисков государственного переворота, и от рисков сплочения элит, и от рисков покушения. То есть он, безусловно, с моей точки зрения, вообще, вся война в Украине планировалась очень заблаговременно. То есть это был многолетний план, который начал составляться в 2014 году или раньше, и подготовка к которому осуществлялась аккуратно, постепенно, начиная с вывода активов российских из западных банков, перемещения их в Китай, в золото и так далее, через подавление оппозиции, которая могла бы сформироваться в какое-то антивоенное движение. Даже отравление Алексея Навального, мне кажется, сейчас осмысленным с точки зрения Кремля, именно потому что нужно было убрать наиболее активных публичных деятелей из поля возможности организации уличного сопротивления какого-то. Мобильные крематории были заказаны в прошлом году, которые должны были сжигать, и, наверное, сжигают, тела и солдат российских, и мирных жителей украинских. И, наконец, закон о том, что правительство не обязано разглашать сведения о жертвах, если это не война, а спецоперации, 1 февраля вступил в силу. Мы знаем, что покойный свет Владимир Владимирович Жириновский нам точно дату озвучивал за два месяца до начала войны, в декабре. Не за это ли он схватил коронавирус, вопрос. Не за то, что спойлерил ли. То есть все это заблаговременно очень подготавливалось. Все последние годы, начиная с пришествия Владислава Юрьевича Суркова в должность заместителя руководителя администрации президента и главного идеолога всей этой галиматики, которая у нас заменяла внутреннюю политику и идеологию, была эпоха постмодерна, когда ни одна из серьезных идеологий прошлого не воспринималась по-настоящему, а все это являлось одним из ингредиентов этого коктейля. Все это намешивалось, одновременно осуществлялось 28 параллельных вбросов. Работала администрация Федеральной службы безопасности и с нацистами, и с коммунистами, и с молодежными движениями, и с демократами. И кукловодила ими всеми, создавая некую видимость политической конкуренции, с одной стороны, и политической жизни. На самом деле все это модерировалось из кабинетов в Лубянке и на Старой площади. И я думаю, что это просто вот статья Сергейцева, о которой вы говорите, это один из пробных шаров, который запускается в общественное поле, дальше мониторится реакция, а дальше есть и какие-то более примиренчески настроенные эксперты. Вот Мединский что-то озвучивает, вот Рамзан Ахмадович Кадыров что-то озвучивает. Вот это, значит, вот такое, вот такое, вот такое. И дальше они смотрят, куда, в принципе, идет общественное мнение и где находятся рамки возможного. То, что это... Но это не руководство к действию. То, что эта фашистская статья немножко как бы разминает грани возможного, их расширяя, безусловно, то, что это руководство к действию, я не думаю. Когда с таким заявлением выступят какие-то более серьезные люди, это будет означать легитимацию насилия в отношении, окончательную легитимацию официального насилия в отношении гражданского населения, и это будет начало геноцида. Но сейчас, обратите внимание, Россия отказывается брать на себя ответственность за военные преступления, как и в случае с Боингом, вбрасываются параллельно 28 различных версий того, что произошло в Буче и Ирпене. Однозначно это и говорит, собственно, о причастности именно российских вооруженных сил к этому, потому что иначе была бы какая-то единая, понятная, стройная версия, когда одновременно все обвиняют английские спецслужбы и говорят, что все это постанова и украинские нацисты. Мы видели применение этой информационной, дезинформационной тактики в случае с Боингом, и в других случаях, когда Россия оказалась замешана с отравлением Скрипалей, с отравлением Алексея Навального и так далее. Это уже просто скучно и не работает. Мы знаем, что именно так российский режим скрывает следы своих преступлений, а потом так уинг-уинг дает понять, что да, если бы хотели, бы отравили, но вообще-то заслужил, если бы хотели, бы сделали, но вообще-то надо было, давая понять своим самым таким оторванным сторонникам, что да, это мы. То есть я думаю, что здесь в случае с казнями гражданских жителей в киевских пригородах ситуация достаточно однозначно понятна.